Ну что, скажите, пожалуйста, сколько желаний удалось себе стибрить в свою копилочку желаний? Два, четыре, пять, отлично. Опишите, пожалуйста, какие у вас сейчас чувства и эмоции на выходе с этого упражнения. Если вы делаете правильно, вас должны начать перейти. Стоите две прямо сейчас. Если такого нет, значит, где-то вы себе соврали. Значит, скорее всего, вы себе пожелали не того, что вас на самом деле радует, а чего-то какой-то ерунды, какой-то фигни. Потому что, повторюсь, ваша жизнь состоит из реализации ваших желаний. И ваш сегодняшний день состоит из того, что вы захотели себе вчера. Логично? Вы вчера и захотели, а сегодня у вас произошло. Соответственно, ваш завтрашний день состоит из того, что вы себе захотите сегодня. Поэтому ваша задача начинать себе сегодня, хотеть на завтра все самое вкусное, классное, замечательное, какое только можно есть. Большинство людей это, к сожалению, не делают. Потом удивляются, почему жизнь хреновая. Цель и полагания, мечты, цель – это то, что нельзя делегировать. Это нельзя сказать, да, вот ты за меня помечтай, как в советском мультике, а вы и есть за меня будете. Ни к чему хорошему это не приходит. Это то, что вы обязаны делать лично. Реализацию своих мечт можно делать чужими руками. Это все замечательно. Но захотеть, пожелать и сказать себе, да, вот я этого хочу, это делайте лично вы, для себя. Еще вам следующая подсказка на будущее, на завтра. Следите за лицом человека. Иногда человек думает, что его это радует, он так зачитывает, и он говорит, я хочу, что… Вы говорите, стоп, родной, что какую-то ерунду ты говоришь, судя по всему, тебя это как-то не очень вштыривает, не очень радует. По поводу формулировок. Когда формулируют свои желания, там важно прописывать, ну, хотя бы одну, две, три ключевых подробности для вас. То есть прописывать желание, чтобы там вот на полтора листа, на мой взгляд, это несколько излишне. Ну, хотя бы один, два или три пункта, которые для вас крайне важны. Вот ваше желание должно быть прописано. Я когда себе там машину захотел, ну, я там себе прописал, машина, которая меня радует. В общем, то есть я думал, что я хочу одного. Я пришел на рынок и понял, что я хочу совершенно другого. То, что меня на самом деле радует, то, на чем сейчас катаюсь. Это, в общем, спортивный универсал. Я не думал, что такие бывают. Бывают, в общем, тапка в пол, и полетел. Про мою, ярко-желтую. А? Да-да-да. Еще и даже не на спортивном режиме. Когда спортивный режим, так вот вообще с места прыгает. Ну, я не знал, что такое есть, пока вот не пришел и не прочувствовал. Самое главное для меня было критерии, что вот я сажусь в машину, мне вот в кресле удобно. Потому что я ездил в некоторых, там вот бывает, блин, я влюб, упираться, что у меня вот левая нога, вот ступенечку, ну, чтобы чувствовать контакт с машиной. Машина бьет, не бьет. Некоторые бьются, тут ерунда, которая мне в коленку упирается. Я понимаю, что какая бы машина ни была, я на ней не хочу есть. Были машины, у которых там вот, у меня нога болела, что вот по педаль газа и тормоза. Я не знаю, что там с ними было. То ли перетянут, то ли наоборот слишком слабая. А вот чтобы я сажусь, и попе удобно, и спине удобно, и ногам удобно. Так, тапка в помощь, и улетел за горизонт. И при этом бензина жрет. А? Не, вместе со мной. Вместе со мной. Поэтому ключевое, что это чувство, которое для вас должно быть. Обычно у вас, скорее всего, есть один, два, три критерия, которые для вас важны в этом желании. Собственно, вытаскиваете их, себя прописываете. С этим понятно? Ну и плюс, то, что было у нас в Бычи Меч, то, что я рекомендую. Когда вы свое желание прописали, крайне важно прописать не просто события, которые вы там себе заказываете, то, что вы хотите, а свои чувства, эмоции по этому поводу. Чит-код, который я нашел, вот это вы там себе прописали, я там покупаю, я там еду, я там, не знаю, тут сам это Subaru Legacy. И меня это радует. Такая универсальная фраза, которая помогает подключить ваш эмоциональный разум. Потому что если у вас желание останется только в интеллектуальном разуме, оно не сработает. Может быть вариант, что там вот я делаю и меня от этого прет, или там меня от этого колбасит. Но здесь фишка в чем? Есть, к сожалению, картиношка стер. Важно не слово, которое вот здесь называется, там не радует, не колбасит, не придет, а ощущение в теле. Вот это ваша самая глубинная структура. Вот вы для себя обозначаете, вот это во внешнем мире происходит, и я хочу испытывать по этому поводу вот такие чувства. И тогда вот, собственно, происходит стыковка. Благодарю. То, что вы хотите себе на интеллектуальном уровне, и, собственно, эмоции, которые управляются нашим бессознательным. С этим понятно? Отлично. Есть ли вопросы, пожелания, инсайты по этому упражнению, по поводу целеполагания и разных прочих вещей? В общем, мы это с вами еще продолжим. Потому что занятие очень приятное. Если обратить внимание, оно так затягивает. Пока ты рассказываешь, другие слушают, ты из себя начинаешь вытаскивать, что наконец-то я еще этого хочу, и этого, и этого. Это тоже можно? Ага. Это тоже можно. С чем это связано? С тем, что, к сожалению, у нас культура на постсоветском пространстве была построена таким образом, что у людей это очень жестко прессовали. Много хочешь, мало получишь. Разная прочая ерунда. Поэтому у людей их хотелки вырезали наглухо, потому что человек, который ничего не хочет, он очень легко манипулирует, очень легко мне командовать. Сказал, копать от меня и до обеда. Он сказал, от меня и до обеда. Потому что он не знает, чем еще заняться. А если у него своих желаний, там, вагон, он на все эти копать от меня и до обеда, товарищ, своим желанием копать от меня и до обеда. Ну, если только это не в мрачном заведении под названием армия. Ну, хотя у меня там были товарищи, которые в армию мудрялись развлекаться. Оттуда, в общем, миллионером возвращались. Там работали, я не помню, как завхозами и разными прочими вещами, товарищами. Да, бывает, ну, если уметь организовать себе игры. Спасибо.